Энергосистема Чувашии готова к бесперебойной работе в зимний период. Развитие отрасли глава республики обсудил с директором Чуваши Энерго. В рабочем графике Михаил Игнатьев и другие рабочие встречи. Энергосистема республики функционирует без сбоев, отмечает Дмитрий Иванов. Редкие аварии в сетях электрики устраняют в считанные часы. Все ремонтные программы закончены, проведены, закончены. Тарифные деньги освоены все полностью, отчитались полностью. Получили паспорт готовности к работе на синий и зимний период. Не такой подъем хороший в этом году, потому что в сябре месяце исполнилось 60 лет созданию Чувашской энергосистемы. Недавно энергетики решили и проблему подачи электричества в микрорайон Садовый. Здесь была возведена современная подстанция. Инвестиции это ваши и в принципе для развития микрорайона, для дальнейшего благоустройства, для того, чтобы больше было освещения, света, никаких проблем в дальнейшем не будет. Сегодня же глава республики встретился с руководителем регионального УФСИНА. Ведомстве продолжают наращивать производственные мощности. Заключенные шьют и спецодежду по заказам крупнейшего холдинга БТК Групп. У нас уже наработаны определенные связи, мы уже отвечаем за свое качество, их госприемку мы проходим. И при равных условиях есть вероятность того, что мы все-таки портфель заказов должны набрать приличный. Где-то мы должны к миллиарду в следующем году. Ну плюс вот эти есть и 250, то мы их шермируем. Переваля еще за 1 миллиарда рубля. Михаил Игнатьев отметил, что контингент Чувашского УФСИНА выполняет успешно и общественные работы. Просьба в 2018 году выделять на общественные работы этих людей. Они уже, как бы сказать, встали на пути справления. Тоже они будут наводить порядок, заниматься благоустройством. На первый план выходят и задачи по трудоустройству тех, кто освобождается из не столь отдаленных мест. Александр Работа говорит, что из колонии Чувашии выходят уже подготовленные специалисты. У нас в основном вид производства – это швейное производство. И мы уже готовим специалистов. У нас есть там и соответствующие ПТУ, которые обучают по этим профессиям, и швей-мотористы. Если бы было развитие где-то швейного производства на территории региона, конечно, мы уже были бы готовы поставить туда готовых специалистов. Михаил Игнатьев считает, что швейный комплекс для бывших осужденных возможно открыть уже в следующем году. Гарантированная работа поможет им встать на путь исправления. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.